Продолжение следует... Продолжение следует... У нас есть возможность... Понимать то, что Бог пытается нам донести. У нас мы все сталкиваемся с ситуациями, которые мы всегда хотим слышать от Бога, относительно тех ситуаций. Я не знаю, сколько раз люди подходят ко мне и говорят, есть у вас Слово для меня? А я так думаю, ну, конечно же, я наверняка не имею Слово для тебя, но уверен, что у Бога есть Слово для тебя. Давай узнаем. Хорошо? Когда касается пророческого направления, особенно в принятии решений, это влияет на людей, которые вокруг нас. Это может означать очень многое. И очень важно, чтобы мы слышали, что Бог говорит четко и ясно. И быть послушным таким образом, чтобы почтить, чтобы честь и хвала шла к Нему. Иногда это может быть достаточно сложно. Ну, конечно же, это легко, когда люди могут сказать, что да, спасибо, хорошо, я принимаю, и идут дальше. Но мы должны всегда помнить, что если мы что-то говорим, мы должны помнить, что это как будто Бог что-то нам дал. И Бог должен получить всю честь обратно. Нам необходимо наработать жизненный стиль, чтобы слышать голос Божий. И ходить в послушании перед Ним. И в результате удивительные вещи будут происходить. Но это процесс. Это нечто, что должно раскрыться в нашей жизни. Первый вечер я говорил о том, что мы должны научиться слушать. Когда мы говорим о пророчестве, мы думаем о Слове от Бога. И это важно. И вы не всегда будете получать правильно. Я помню несколько раз. Когда я получил Слово от Бога. И это было Слово от Господа. Но я вышел за периметры Его времени. Мы можем услышать Слово от Господа, но нам нужно также распознать, когда нам вступить и высвободить это Слово. Вопрос касается Слово, вопрос касается времени и вопрос касается, как вы это будете высвобождать. Нам необходимо быть смиренным, держать наш дух смирения. И помните о том, что вы можете промахнуться. И мы должны быть готовы признать, что мы ошиблись. И это очень трудный шаг сделать. Но очень важный шаг. Чтобы у нас было правильное отношение. Отношение к Богу и отношение к другим. Что же является пророческим направлением? Для меня вот так я определяю. Есть очень много, о чем можно говорить, но нужно начать откуда-то. Пророчество говорит, пророчество Божие говорится о намерении Божьем. И услышать то, что Он хочет сказать. Но мы принимаем через Духа Святого. И вот Дух Святой живет в нас. В Аввакуме, 2 глава, 1 стих, написано. На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Мы видим несколько вещей в этом стихе. А Аввакум говорит, я стою на башне. Стража обычно находится на высокой башне, на высоте, где можно увидеть очень далеко. И иногда нам нужно подняться выше, чтобы видеть и слышать, что Бог хочет сказать. Хорошо? Там написано, что я посмотрел, чтобы я увидел, что Господь скажет мне, какие намерения, какие Его желания. И потом Он говорит, и узнать, что Он мне отвечает по жалобе моей. И я подумал, когда я вначале прочитал, думаю, почему Он так говорит в этом стихе? Но если вы чувствуете, что Бог призывает вас в пророческое, то вы должны знать о том, что Бог будет с вас спрашивать. И вы должны задавать вопросы Ему, ты на самом деле сказал то, что я сказал, то, что я услышал, или то, что я передал, или я добавил своего чуть-чуть. Или что-то я забрал. Нам нужно быть очень осторожным, как мы говорим, используя Божье имя. Потому что, если вы участвуете в пророческом, значит, вы говорите от имени Бога, вы участвуете в Божьих делах. Направление говорится о направлении. Пророческое управление – это тогда, когда мы слышим Божий голос. Или если кто-то слышит за нас, и это касается направления, в какую сторону нам идти. Все из нас находятся в разных ситуациях, и мы нуждаемся в Божьем направлении. О определенных решениях, которые мы должны принять. Возможно, это касается вашей жизни, вашей работы, отношений, или, возможно, финансовых решений. Очень много разных решений в нашей жизни. Вы можете быть даже лидером, который также нуждается, вы можете быть лидером в пророческом направлении, а также являетесь в бизнесе. В бизнесе вам нужны направления. Или в служении. Или в церкви. Которая имеет влияние на многих людей. И в таких случаях это не просто то, что вы должны просто пытаться разные вещи делать. Вам необходимо быть серьезно вовлечены с Богом. И вы должны быть уверены, что вы слышите от Бога. Если вы принимаете такие критические решения, которые будут очень повлиять на других и на себя драматично, возможно, такие решения, что если вы примете, и тогда нельзя будет обратно вернуть. Чем больше риска, тем важнее знать, что вы точно слышали от Бога. Это не касается только видения или действия, которые нам нужно сделать. Нам нужно думать о времени и об отрезке, о времени, и каким образом мы должны высвободить это слово. Ключи, чтобы получить пророческое направление, возможно, будут правильными. И нам необходимо принять и веру, и использовать и веру, и мудрость. Был такой человек, фамилия Тозер, и он однажды сказал, истина имеет два крыла. Нам нужна вера, и нам нужна мудрость, чтобы была истина Божья. Очень часто Писание представляет, как бы выглядит, что две противоречивые, два противоречивых взгляда. И когда эти вещи сопоставимы вместе, баланс приходит и касательно Божьих результатов. Это особенно истина касательно пророческого направления. Возможно, вы будете замечать, что есть вещи, которые конфликтуют между собой. Может быть, конфликт вы будете видеть между верою и мудростью. Может быть, вы услышите слово от Бога, и вы скажете, о, это вообще несовместимо, и это невозможно. В это время ваша мудрость берет вверх. Вы судите на физическом уровне, вместо того, чтобы судить на духовном уровне. Понятно? И в то же самое время, чтобы получить большинство, чтобы использовать в точности это Божье направление, нам необходимо вместе совместить и веру, и мудрость. Хорошо? Я помню очень четко, когда Бог дал мне пророческое видение. Может быть, сегодня не будет настолько восторженный вечер, как вчера вечером было. Но я верю, что нам необходимо то, что я сейчас делаю. Я использую несколько примеров, чтобы вы могли понимать, о чем я говорю. Давайте посмотрим. Это 2004, это 10, 2004, 14, 24, 20, 25. 26. Может быть, 28. 28 лет назад. 28 лет назад, примерно. Может быть, это немного дольше, потому что это было в 1992. В 1992 году. Я был на конференции, это было в Англии, и вот, когда я смотрел на сцену, внезапно я увидел американских индейцев, которые стояли на сцене и танцевали. и я повернулся к своей жене, и я говорю, слушай, а что американские индейцы делают на сцене? А она говорит, о чем ты говоришь? Я не вижу никого. Но я смотрел на это, и я думал, что же происходит? И, в одном смысле, оно имело ничего общего, что Бог делал в тот момент. Но я думаю, верю, что он пытался проверить мое внимание. Потому что он мне сказал, я хочу, чтобы ты организовывал конференции для молодых людей с Восточной Европы. Помните, это был 92-й год. Что происходило в 92-м году здесь? Я ездил в Румынию уже достаточно долгое время на тот момент. Я начал благотворительную организацию христианскую. И мы возили благотворительную, гуманитарную помощь и Библии в те страны. Я говорил на различных собраниях, и Бог мне говорил. Но в тот момент Господь говорил мне, и Он сказал, ты сидишь здесь в этой конференции слушая некоторые очень хорошие слушатели. И вот на той конференции я сижу и слышу, вот Бог говорит ко мне, вот ты сидишь здесь, слушаешь, вот такая замечательная конференция. Очень хорошее прославление. И ты классно проводишь время сейчас. Ты можешь это делать. Но Он сказал, но те молодые люди, которые собираются вместе в тех странах, у них нету такой возможности. И я хочу, чтобы ты организовал эти конференции для них. Ты на самом деле имеешь в виду это? Да. Но у меня нету ресурсов. У меня нету контактов. Как мне это сделать? Доверься мне. Хорошо? И что же произошло? Возвращаюсь я к этой организации, с которой я работал. Поделился своим видением, которое я имел. Они посмотрели на меня, как будто я сумасшедший. Послушай, мы не можем это сделать. У нас нету финансов на это. Но Господь не отпускал меня. И Он говорит, ты должен это сделать. И я сказал им, ну хорошо, что мы будем делать? Я сказал, дайте мне число. they said. No, I said. Я сказал, хорошо, если какому-то, назовите дату, когда вы хотите, чтобы деньги пришли, чтобы эта конференция состоялась. На тот момент у меня примерно уже был бюджет, сколько примерно это обойдется. Нам нужно было оплатить перевозку с одного места другого студентов, те, которые будут участвовать в конференции. Нам нужно было найти место, где будет конференция происходить. Нам нужно было найти пищу, которую они должны кушать. Потому что для них эта конференция должна была быть бесплатной. Им ничего не нужно было платить. И для первой конференции бюджет был где-то 20 тысяч евро. Это очень много денег. Простите, пожалуйста, я не прав. Это было 200 тысяч евро. Я пропустил 1-0, простите. Он говорит, что я постарел. Вот это был бюджет, который я записал. И они посмотрели на меня. Ты ненормальный. И я сказал, ну хорошо, давай отдадим это Господу. Если деньги придут, будет хорошо. И дата была 8 апреля 1993 года. Потому что мы должны были мы должны были сделать конференцию в Венгрии. И люди должны были приехать из Болгарии, из Болгарии, из Албании, из Сербии, из Румынии, из Монтенегро. И еще некоторые места. Черногория. И вот что я им сказал. И вот вы сейчас также посвятите себя молитве. Молитва и пророчество они соединяются вместе. 7 апреля мне позвонили с центрального офиса. И они сказали, ты не поверишь, что только что случилось. Я говорю, скажи мне, и мы посмотрим. Сегодня утром, они сказали, бизнесмен с Германии, мы не имели контакт с ним, позвонил по телефону. И Бог дал ему их номер телефона. Он просто набрал этот телефон. И он сказал, Бог мне дал, и он мне сказал, что у вас есть нужда. Что за нужда? И они рассказали об этой конференции, рассказали о бюджете. И он сказал, куда мне послать деньги, он спрашивает. Он сказал, 200 тысяч евро. И он прислал 200 тысяч евро. Пророчество и молитва они ходят друг с другом рядом. Пять лет подряд он это делал. Пять лет он, Бог говорил мне организовывать эти конференции. Пять лет перед конференцией кто-то звонил, кто-то посещал. И они говорили те же самые слова. У тебя, у вас есть нужда. В чем заключается ваша нужда? Они говорили в чем. Кто-то писал, написал, выписывал чеки. Кто-то посылал деньги на счет. Когда мы слышим Его Слово, мы также должны слышать, знать Его время. И Бог будет давать все необходимое. Конфликт между тем, что мы видим и что Бог говорит нам. В нашем человеческом взгляде я буду говорить как бы то, что выглядит сумасшествием. Или ненормальным, но в вере я все равно по вере высвобождал, хотя в природном выглядело совершенно ненормальным. и я видел это невозможным. Но Бог говорил мне высвобождать верою. Жизнь веры по определению обязывает выходить и брать риски. Бог может призвать нас, чтобы делать великие дела, те, которые мы не смогли бы сделать естественной силой или нашими собственными ресурсами. Но когда Он это делает, Он получает всю славу. Да? Он это сделал. И Ему вся честь и слава. Очень много библейских героев, таких как Авраам, который начал путь, и Он вел. Он шел перед нами как послушание, и чудесами сопровождалось Его послушание. Евреям 11 глава мы можем прочитать о многих героях. Евреям 11 глава 8 до 12 стиха. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в Шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, который художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и потом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчисленный песок на берегу морском. Мы видим удивительные вещи здесь из-за того, что было доверие и вера в Бога. Авраам Бог сказал Аврааму, встань и иди. Он не сказал, куда идти. Он говорит, я тебя поведу. Выходи. И теперь мы готовы ли встать и выйти? Выйти в вере, не зная, куда идти, не зная, что произойдет. Нам нужна такая вера, которая будет двигать нас в пророческое. Мы также можем прочитать в притчах и в... как он называется? Нет, притчи. Притчи. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его и он направит стези твои. Очень часто, когда вы имеете дело с пророческим даром, очень часто будет превосходить ваше собственное понимание. Не всегда. Иногда Господь очень милостив к нам и благ и дает нам понимание, что это означает. Но очень важные пункты здесь это доверие, признавать Его и также видеть Его, как Он делает этот путь, расстилает перед вами. Очень часто в моей жизни и в разных ситуациях я видел, как Он это делал. Бог призывал меня делать очень много разных вещей. И моя жена иногда тоже часто бывала такая ободряющая, вдохновляющая. вот примерно вот как я напомнил сейчас, рассказал о конференции. Первое я поделился со своей женой. Она первая, которая посмотрела на меня, как будто я наполовину ненормальный. И она говорит, пожалуйста, ты это не будешь делать, пожалуйста. это будет катастрофа. А я говорю, ну это от Бога зависит. Не все видят то, что мы видим. Поэтому нам нужно быть уверенными. Да, были моменты, когда я не был так уверен. Но в это определенное время я был уверен. И это я был убежден, что это то, что Бог хотел, чтобы я делал. И Бог почтил это доверие. Пророческое водительство не всегда будет иметь сенс. но мы должны делать то, что написано здесь. Мы не должны полагаться на свой разум. Но в итоге мы все равно должны искать идти за Богом, познавать Его. мы должны использовать два крыла, веру и мудрость. Но иногда вера должна превосходить мудрость. Позже в притчах Соломон говорит, счастлив человек или блажен человек, который нашел эту мудрость. И человек, который приобрел разум. Потому что приобретение это лучше, чем приобретение серебра. И прибыли от нее больше, чем прибыли золота. Она дороже драгоценных камней. И ничего желаемого тобою не сравнится с нею. Хорошо? о чем здесь говорит мудрость и какие вещи она подразумевает? Есть некоторые вещи, которые я узнал касательно пророческого водительства. первое. Первое. Взвешивать пророческое водительство. Все время важно взвесить это пророческое водительство и узнать, убедиться, что это Духа Святого. Особенно если это касается чего-то такого большого, огромного, и оно повлияет на решение на вас и на других людей. никогда не нужно позволить, чтобы гордость или предположение взяло вверх касательно служения Духа в нашей жизни. Как мы проверяем, как мы исследуем? очень часто меня задают вот именно этот вопрос. На самом деле я слышу голос от Бога? Или это только я думаю? Как нам нужно справляться с этими мыслями? Я находился один раз в одном месте, где было очень много картин, и на этих картинах были нарисованы маяки. Почти в каждой комнате были картины и маяк на картине. Первая мысль была у меня такая, являются ли эти маяки пророческими? Отец, что ты говоришь, что ты пытаешься мне сказать через эти картины? и я начал вот так закатывать глаза. Что же происходит? Конечно, я пророческий человек, я всегда вижу символы. Но это может быть просто я, так думаю. когда я начал исследовать возможно что Бог на самом деле пытается что-то сказать или это какая-то метафора, что Бог пытается показать мне через эти картины? Что же это может означать? говорит ли Отец определенное водительство для меня лично? И в то время, когда я думал над этим, я начал думать, а какая же настоящая причина, почему маяки устанавливаются? Они маяки устанавливаются для того, чтобы навигировать корабли или те лодки, которые потерялись, чтобы найти путь, чтобы они были в безопасности. И Бог меня предупреждал, что мне нужно быть внимательным что разные знаки будут. И поэтому он мне дал эту идею. Есть еще определенные фильтры, которые можно проверить пророческое водительство. Получили ли вы пророческий сон? Мысль или впечатление? или вы верите, что это просто от вас? Или вы получили пророческое впечатление для кого-то другого? Вот определенные фильтры, которые вы можете исследовать. первое. Первое. Согласуется ли это с Писанием? Это очень важное. Бог никогда не будет говорить что-то, что не основывается на Писании и что не в согласии с Писанием. Библия не только является самым главным источником Откровения Божьего, но также является стандартом, по которому мы взвешиваем каждое пророческое Откровение. Псалом 119-89 Псалом 118-89 На веки Господи Слово Твое утверждено на небесах. И 2 Тимофея 3-16 Вы все должны знать эти Писания, что все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Хорошо? Это Писание. Мы всегда исследуем на основании Писания. Однажды одна женщина пришла ко мне и говорит, Господь мне сказал, что я должна оставить своего мужа. Я говорю, я не думаю, что это Бог говорит тебе. потому что это не согласуется с Писанием. Это очень простой пример. Но это говорит то, о что я имею в виду. Второе. Есть ли у меня еще внутреннее свидетельство от Духа Святого, что это от Бога? Молился ли я об этом? Вы знаете, опять-таки, помните, молитва и пророчества, они ходят друг с другом, рядом. Когда вы ходите с Богом, всегда важно спрашивать, когда вы получаете, это на самом деле ты говоришь, что происходит? В Иоанна 14 глава 26 стих, Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я вам говорил. Бог говорит через Своё Слово, и Он использует Дух Святой, чтобы мы понимали. И иногда Господь будет тебя толкать, чтобы вы на самом деле говорили именно то, что Он говорит вам сказать. Но когда вы получаете Слово, важно, чтобы помолиться и задать такие вопросы, почему, Господь, я это слышу, и что ты пытаешься сказать через это Слово? И спросить, а когда мне нужно что-то сделать с этим Словом? 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих, написано, что впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас сему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Это 1 Иоанна, 2, 27. Нам нужно понимать то, что Бог нам дает. Он хочет нас помазать мудростью и пониманием. Он хочет излить Дух Святой на нас. Но Он также хочет, чтобы мы были и научаемы тому, что Он будет говорить. И нам необходимо быть в единстве с Ним. Третий пункт, который вы можете использовать. Это может быть с nature of God. Это 4. О. Моя номер ошибка. Нет, нет, извините. Может быть с nature of God. И также можете задать вопрос соответствует ли это природе Бога, то, что вы получили. И особенно в природе Отца и как Он выражается через Ишуа. Евреям первая глава второй стих так говорится. В последние дни говорил Он Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Его природа это творить. и Он всегда продолжает направлять Своё творение. И если мы смотрим на Ишуа во всём Писании, мы видим Его природу, мы видим Его действия, мы видим, как Он поступает. И поэтому пророческое Слово, оно будет соответствовать тому, Его природе. И четвёртое, готовы ли мы быть смирёнными? Готов ли я делиться с моим духовным наставником? И если бы я поделился вот этим откровением с моими лидерами, будут ли они чувствовать комфортно с моим словом? Пророческое никогда не бывает само по себе. Оно принадлежит телу. И поэтому оно должно служить телу. и хорошо делиться этим словом с кем-то, кто более зрелый, который имеет больше откровений, и который сможет помочь вам даже лучше, чтобы установить, чтобы поправить, если надо. пророческие дары были даны церкви, чтобы вдохновлять, строить, укреплять. Особенно когда касается водительства, мы должны быть готовыми предоставить тем, которые надзирают. Если оперируя в общинской жизни пророчества, есть ли протокол или условия, как пророчество должно действовать? Что важно иметь в виду это, первое фессалоникийцам пятая глава, девятый стих, девятнадцатый стих, пророчество не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Хорошо? И так же 1 Коринфянам 14-29 тоже есть водительство, как можно делать 1 Коринфянам 14-29 говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Хорошо? то, я думаю, 1 Коринфянам 13, 17, обе лидер и суббит к ним. также 1 Коринфянам 14 глава 3 стих тот, кто говорит людям назидание сейчас, секундочку. Не? не, 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 который? Я имею в виду и я думаю, это 1 Коринфянам 13, но может быть Хорошо, 1 Коринфянам 14-20 говорится, чтобы быть послушным своим лидерам и потому что они смотрят за нашими жизнями и они люди, которые будут отвечать за нас и поэтому пусть это будет пусть то, что вы говорите будет в радость для них. Все, что мы делаем, мы должны быть готовыми предоставить эти пророчества тем, кто во власти над нами. Иначе у нас будет замешательство. Хорошо? Конечно, и это ответственность тех лидеров, где бы они не были, чтобы они были открыты к Духу Святому и к стандартам, и что Бог говорит тоже через других людей, не только через них. Хорошо? Пятое. Пятое. какое относится или это конфронтация, или это созидает, или обличает, или направляет, какое из этих направлений оно? В основном пророческое слово в контексте общины оно упадет в одной из этих категорий. Ободрение, комфорт или ободрение. Он мне сказал обличение. Это такой тест слова, когда оно дает в этом контексте, также в личном контексте. Нам нужно быть внимательными о тех вещах, которые помогут нам понимать, как правильно использовать. И понимать, когда нам использовать, а когда не нужно использовать. Шестое. если пророческое откровение касается судьбы, соединяется это с Божьим путем, каким образом это было сотворено. очень часто Бог не будет использовать то, что вообще это не соответствует твоей природе. Иногда Он это будет делать. И вот Он скажет, чтобы ты был смелым и дерзновенным. В основном Он знает нас. Он знает наш характер. Он сотворил нас. И Он будет все делать, все возможно делать для того, чтобы картина состоялась. Эфессианам 2.10 написано, ибо мы Его творения созданы в Вишуа Мессии на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог приготовил для нас те вещи изначально сотворения. И Он хочет, чтобы мы вступили на этот путь. И это включает пророческое. И Он приведет нас в такое место, где мы будем чувствовать комфортно. Не всегда, но большинство времени. последнее. И последнее. будет ли ответ этому водительству принесет добрые плоды? Другими словами, все, что вы получите, принесет ли это добрые плоды? Это очень трудное испытание, потому что вы не знаете, принесет это добрый плод или нет. Например, к тому, что я сказал про конференцию, тот пример, те молодые люди, которые вернулись в свои страны, вдохновленные, помогли и они начали работать в своем стране. И я знаю, что после тех конференций многие общины начались и церкви. И плоды, которые вышли в жизни тех людей были огромные. В первой конференции было где-то 300 человек. Последняя конференция была 600. И они вернулись в те страны свои и они принесли много плода. ободрения. И если это идет просто как ободрение, подумал ли я о всех последствиях, которые принесет это ободрение? Нам нужно думать о том, что же это принесет в ситуациях. Бог избрал нас. И Он призвал нас приносить много добрых дел, плодов. Плоды, которые будут долго, ну, пребывать вечно. и мы можем попросить Бога то, что нам нужно, необходимо, чтобы Он нам дал. Хорошо? Пророческие откровения ваши being careful, being relaxed. Okay? Being careful, being relaxed. You need a break. Okay. I think yes, good. Okay. Yeah, this is a little bit. Oh, we have a little bit. Yeah, it's not a lot anymore, but okay. But let's take a break. Okay, давайте возьмем перерыв. Okay.